Наше отношение к работе после 2020 года уже никогда не будет прежним. Мог ли представить себе топ-менеджер крупной компании, что он будет вести совещание по видеосвязи, будучи запертым в своей спальне от детей и жены? Могли ли рестораторы вообразить, что их основной персонал официантов заменят курьеры в желтых и зеленых плащах? Рынок труда в пандемию изменился до неузнаваемости, и в ближайшем будущем мы вынуждены будем либо принять его таким, либо оказаться за бортом. 25 марта 2020 года в своем обращении к россиянам президент объявил первую нерабочую неделю в стране в связи с угрожающими темпами распространения коронавируса. Именно это событие стало толчком к начавшейся трансформации рынка труда в условиях пандемии. В основном под удар попали сфера услуг, малый и средний бизнес. Руководители этих компаний были вынуждены ослушаться указа президента, отправив персонал в неоплачиваемый отпуск или вовсе уволить, а компании закрыть. Как изменился рынок труда, читайте в полном обзоре.